Всем привет. Даже еще доброе утро. У меня традиционный доклад с немножко новым названием, но все как обычно. Мы поговорим и расскажем о том, что вы нам рассказали за последнее анкетирование, которое мы проводим. Кстати говоря, судя по тем показателям активности анкетирования, вот смотрите, они у нас почему-то снижаются весь год, даже уже, наверное, второй год снижаются. Хочется спросить, оно вам вообще интересно? Кому интересно? Поднимите руки. А кто заполнял? Поднимите руки. Ладно, примерно одинаково. Хорошо. Вы же самых активных. Да-да-да. На самом деле хочу от вас больше обратной связи по этой анкете и по тому, какой материал я предоставляю здесь. Он здесь, в общем-то, не сильно меняется из года в год. Я стараюсь находить те моменты, к которым вы уже привыкли, которые всегда интересны и те, которые меняются. Обратную связь жду от вас на форуме. Там есть сообщение, которое, собственно говоря, про эту анкету, про то, что, возможно, вы хотите еще узнать. Я и в прошлый раз говорил, и сейчас говорю, что я готов предоставлять из этой анкеты больше аналитики в частном или в получастном порядке. То есть на форуме меня спрашиваете моменты, которые интересуют по региону, по продуктам, по уровням партнерства и так далее. Я готов с вами этой информацией делиться в определенных пределах, но уверен, что это может быть интересно, и, возможно, мы что-то из этого будем выносить уже и на общее обозрение. Ну, как обычно, эту анкету, кстати говоря, у меня тут возникла мысль сейчас, а если эту анкету, не анкету, а результаты сделать общедоступными, а не так, как мы сейчас делаем, рассылаем только тем, кто заполнял. Это интерес к ней повысит, как вы думаете? Заполняемость повысит. Понизит. Вот я тоже думаю, что понизит, поэтому я сомневаюсь. Ну ладно, пойдемте дальше. Почему понизит? А давай попробуем эксперимент. Чего гадать? Ну, можно попробовать, да. Давай откроем результаты этого анкетирования. Окей. Сделаешь большой пост, опубликуем его. Хорошо. Попробуем. Повысится. Они будут знать, что это есть. Что изменилось в тех, кто анкетирует? Ой-ой, что случилось? Кто-то у нас… Да, 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 я понял. Да ничего не изменилось. Практически вся та же выборка, которая с нами работает, она практически и сохранилась. Примерно равное распределение по статусам, ну и, в общем-то, не меняется картину по возрасту партнеров. По географии. Опять же, ну понятно, что самые там активные – это центральный, федеральный, в общем-то, Россия, где у нас большинство партнеров. Ну, смотрите на свой регион. В общем-то, некоторые регионы немножко подросли, за что им спасибо, по сравнению с предыдущей анкетой. Это количество партнеров, которые ответили на анкету. И как распределяется это количество по регионам и странам. Коллегам спасибо за то, что вы отвечаете. Мы, помимо того, что здесь показываем, собираем очень много обратной связи в тех комментариях, которые вы оставляете, и других вопросах, которые имеют отношение к нашей компании. Это для нас крайне важно. Итак, давайте посмотрим, как меняется штат партнера за прошедшее время. Здесь представлены данные из трех последних анкет. То есть синенькая – это январь прошлого года, лето и текущие данные. В общем-то никаких кардинальных изменений не происходит. Сегменты как росли, так и растут. То есть то, что перемещается из маленьких в большие, это укрупнение происходит примерно с равной скоростью, и ничего здесь нового, в общем-то, нет. Мы каждый раз смотрим на эту картинку. Вот эти большие остаются в рамках, грубо говоря, статистической погрешности практически неизменными. Большие компании. Если посмотреть, изменился штат или нет в целом, у партнерской сети в средних показателях, то 66% никак не изменился, у 9% уменьшился, у 25% увеличился. При этом здесь интереснее посмотреть на предыдущие данные. Как видите, в прошлом году 7% уменьшился, в этом году 9%. То есть чуть-чуть больше партнеров. Ну, в общем-то, 2% такая, скорее, ближе к погрешности, нежели к какому-то выводу. По внештатным сотрудникам все ровно. Больше привлекать не стали. И, в общем-то, меньше тоже. То есть изменения, опять же, происходят в рамках 1-2%. Опять же, свожу это все просто к тому, что разное количество, разные партнеры участвуют. По ростам продаж. А вот здесь мы очень с вами оптимистичны. Это данные за 2014 год. В сравнении с, опять же, с двумя предыдущими анкетами. Мы здесь видим, что смещается чуть-чуть, совсем чуть-чуть, буквально 1-2% смещается в меньшую сторону роста. То есть, опять же, я бы это отнес скорее не к выводу, что что-то становится хуже, а к тому, что это просто статистическая погрешность. И скорее, ну, то есть я готов с уверенностью говорить, что это просто, что на самом деле все в порядке. Ничего не изменилось с точки зрения роста с тем, как вы оцениваете рост своей компании. По прибыльности зато интереснее. Как вы видите, те, кто отметили доходность своей компании, вернее, рентабельность в 50%, и таких компаний стало сильно больше. Ну, то есть заметно больше стало. Надеюсь, что это связано с тем, что вы оптимизируете свой бизнес и, по крайней мере, считаете, что же происходит в бизнесе и с точки зрения рентабельности и маржи. Прогнозы. Ну, мы здесь с вами абсолютно оптимисты. Больше половины считают, что с продажами все будет хорошо и даже очень хорошо. Так. По поводу субподряда. Картинка здесь совершенно не меняется. Здесь видна совершенно четкая тенденция, что чем больше партнеров, ну, по крайней мере, наша мерила размера – это некий статус, это какое-то такое общепринятое понятие, тем, собственно говоря, больше он… в смысле, тем меньше он привлекает на субподряд. Но в то же время, чем меньше партнер, тем больше готов работать с субподрядом. По стоимости часа. Один из моих любимых вопросов. И здесь виден, собственно говоря, хорошая картинка с точки зрения увеличения стоимости нормы часа в студиях. Как видите, выросло количество тех, у кого до полутора тысяч, выросло количество тех, у кого до двух тысяч. Ну, в общем, и слава богу, потихоньку падает количество тех, кто не оценивает. Хотя оно все еще не очень далеко от того, что бы мне хотелось. Это если смотреть на стоимость по округам. Я постарался нарисовать тепловую карту. Слева минимальная стоимость, справа максимальная стоимость. Опять же, куда-то делся у нас в прошлом году, в Северо-Кавказском был кто-то очень большой, с большой стоимостью часа. Видимо, в этот раз не ответил на этот вопрос. Да, возможно, переехал в Москву. Ну, здесь картинка, опять же, особо не изменяется, но для вас, наверное, интересно. Итак, по количеству проектов. Какое количество проектов выполняет студия за год в сравнении с показателями прошлого года. И мы видим, что выросло количество партнеров в сегменте от 1 до 4 на 2% и выросло в сегменте 10-14 проектов. Вот здесь вот большой рост. То есть переместились вот сюда, что интересно. Итак, типы проектов. Тоже хороший вопрос. Здесь тоже происходят некоторые изменения. Напомню, мы спрашиваем, какую долю занимает определенный тип проекта в вашем портфеле. Здесь есть несколько типов. Они, в общем, довольно унифицированы и стандартизированы. У довольно-таки многих коллег почему-то этот вопрос вызывает сомнения. Сюда начинают постить ссылки и какие-то непонятные данные. Приходится это фильтровать. Очень тяжело. Ребята, читайте внимательный вопрос. Пожалуйста. Но в то же время смотрите. Сайты-визитки упали на 5% в доле в среднем. Сложные корпоративные сайты, например, выросли на 3%. Уникальные проекты выросли на 3%. А сложные магазины почему-то на 3% упали. А вот внедрение корпоративные сайты. А вот внедрение корпоративных порталей и битрикс24 еще на 3% подросло. Если посмотреть на стоимости, это в тысячах рублях средняя стоимость по типу проекта. Посчитано в целом в среднем по партнерской сети. Сфотографировали, уловили. А теперь давайте сравним это с прошлыми показателями прошлой анкеты. И что происходит? Здесь есть весьма интересные данные, которые я даже сходу не знал, как это комментировать. Ну, сайт-визитка подросла, ладно. Корпоративные это все в рамках погрешностей. Но вот то, что сложные уникальные проекты так сильно упали. И упала стоимость внедрения. Но вот здесь понятно почему. Потому что стали больше внедрять битрикс24, которого стоимость внедрения, в общем-то, зачастую сильно меньше, чем у стоимости внедрения коробки. А я здесь не разделяю коробочную и облачную версию. Наверное, в следующий раз я сделаю разделение, чтобы посмотреть именно на коробку и облако отдельно в этом отношении. Но это говорит о том, что количество внедрений увеличилось, облако. И, в общем-то, это сразу повлияло на текущий показатель. По зарплатам немножко поговорим. Как и кому мы сколько платим и как эти данные меняются. Опять же, сравнил с прошлым годом, то есть с анкетой прошлого января. У нас с вами растет… Это сейчас мы про менеджера говорим. Вопрос звучит как, сколько вы заплатите менеджеру, там с двухлетним стажем работы, то есть менеджеру проектов. И мы видим, что у менеджеров зарплата немножко подрастает, то есть смещаются в сторону чуть большей зарплаты. Это та же самая, разделенная по федеральным округам, чтобы можно было посмотреть, какая доля партнеров платит ту или иную зарплату. Ну, понятно, опять же, картинка вполне очевидна. Северный Кавказ и Дальневосточный федеральный округ, к сожалению, представлены очень маленьким количеством партнеров, поэтому здесь, в общем, можно примерно понять, кому сколько платят. А Москва и Санкт-Петербург почти одинаково. По разработчикам. В этот раз мы спросили разработчиков по уровням. Разделили их на три условных уровня – начальный, средний и высший уровень разработчика. И, в общем-то, спросили, сколько студии готовы платить разного уровня разработчикам. Ну, в общем-то, картина очевидная. Чем выше уровень, тем, соответственно, больше стоимость, больше его зарплата. Это, в общем, нельзя было не предугадать. Но в то же время, например, меня удивило, что высшему разряду разработчиков довольно мало партнеров готовы платить более 100 тысяч рублей. Я думал, что в Москве, в общем-то, как минимум зарплата посерьезнее. А теперь это по каждому уровню разработчика, но разделено, опять же, по регионам. Это у нас самый младший уровень. И здесь вы видите, там свыше 100 тысяч даже не фигурирует. Хотелось бы спросить, кто джуниору платит от 80 до 100. Я еще не смотрел, я как-нибудь загляну. Средний. Ну, в общем, опять же, происходит некое смещение. Естественным образом возникает уже и более 100 тысяч вот в Москве и в Питере, и даже вот в Южном федеральном округе эта зарплата. И, в общем, такая история. И уже совсем тепленькая карта получается для высшего уровня разработчика. Но и опять же, смотрим на Москву или на Санкт-Петербург. Ну, то есть не очень много платят там свыше 100 тысяч. Ну, в общем, имейте в виду, ориентируйтесь на эту информацию. Не знаю, кому я сейчас сделал хорошо или плохо, но, по крайней мере, вам есть о чем подумать. Да. Собственно говоря, это, наверное, все по текущей информации, потому что происходит. Поскольку Сережа сделал довольно-таки большое вступление по экономике, вообще по ситуации, я не стал это делать в своем докладе. Но, в целом, информация такая, и, на мой взгляд, она довольно-таки позитивна. То есть мы нигде не проседаем и оптимистично смотрим на прогнозы. Я надеюсь, что вы с нами достаточно откровенны, чтобы я мог со сцены делать такие выводы на основании ваших анкет. Что ж, спасибо. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Пожалуйста, задавайте вопросы. А я попробую побороть микрофон. Ну, я был уверен, что от тебя будет вопрос. Привет. Ну, Сергей, наконец исчерпывающе. Прям здорово. То, что нужно, к чему мы шли и много лет. Спасибо. Но, мне кажется, с учетом нынешней ситуации, в следующий раз стоит по зарплатам уже и динамику показывать. Да, динамику немножко не успели посчитать. У нас, оказалось, мало времени на анкетирование. Сделаем. И я, наверное, даже чуть позже опубликую. Если мы все-таки примем решение открыть, там будет и динамика. Спасибо тебе за идеи. Ого. Ничего себе. Спасибо, Сереж. АПЛОДИСМЕНТЫ